Накануне съезда генеральный секретарь ООН Пан Гимун принял участие в конференции, которая была посвящена одной из самых глобальных экологических проблем дефициту питьевой воды. Казахстан предложил создать Центрально-Азиатский инвестиционный фонд по реализации водных проектов и региональный центр водной безопасности. С этой инициативой в Таджикистане выступил первый вице-премьер страны Бахатшан Сагентаев. Репортаж из Душанбе моего коллеги Сабиба Бусинова. Исторический центр столицы Таджикистана Душанбе. Памятники библиотеки, музеи, резиденция президента. Буквально вчера здесь в городе было зной на столбе. Термометра поднимался до 40 градусов со знаком плюс. И вот сейчас немного пасмурно, в воздухе пахнет дождем. Вообще сегодня здесь Душанбе все напоминает о воде. По крайней мере таким приезжим, как мы. Вот, например, улица с фонтанами разных форм и размеров. Такое ощущение, что по городу их десятки, а то и сотни. Или главное событие дня, на которое приехали делегаты из разных стран. Конференция с символичным названием «Вода для жизни». Душанбе для этого форума выбран не случайно. Именно Таджикистан предложил 2003 год провозгласить международным годом пресной воды. А после разработать программу «Вода для жизни», рассчитанную на 10 лет. В ее рамках должны решить проблему нехватки воды в мире, сократить сразу наполовину количество людей, не имеющих доступа к безопасной питьевой воде и базовой санитарии. Эксперты отмечают, что водный кризис – это один из самых серьезных глобальных рисков. По меньшей мере, порядка миллиарда людей страдают тем, что не имеют доступа к чистой питьевой воде. Это общемировая проблема, которую должны решить сообща. Только вдумайтесь, 80 стран испытывают нехватку водных ресурсов. Люди пьют воду из луж и болот с грязью и червяками. И здесь, в Душанбе, политики и ученые обсуждают, как помочь тем, кто страдает от этой беды. В 21 веке почти 2,5 миллиарда людей не имеют доступа к адекватной санитарии. Тысячи детей до 5 лет умирают от плохой, опасной питьевой воды, плохой санитарии и гигиены. Цена неадекватного водоснабжения и санитарии стоит 260 миллиардов долларов экономикам мира каждый год. И всего через 10 лет почти 2 миллиарда людей будут жить в районах с серьезной нехваткой воды. И каждый второй из трех человек в мире может жить с проблемами, связанными с водобеспечением. Казахстан на конференции представлял первый вице-премьер Бахаджан Сагентаев. Он рассказал о том, как у нас в стране спасают Аральское море. Действует специальная программа. С этим водоемом связана одна из крупнейших экологических катастроф прошлого века. Сейчас удалось снизить минерализацию воды и улучшить ситуацию по восстановлению биологического разнообразия. Пока закончен первый этап, в этом году совместно со Всемирным банком проект будет продолжен. В целом по стране к 2020 году планируется обеспечить доступ к централизованному водоснабжению 80% сельского населения и полностью городских жителей. Также Сагентаев озвучил идею Казахстана создать Центрально-Азиатский инвестиционный фонд по реализации водных проектов и региональный центр водной безопасности. Необходимо будет построить разные гидротехнические сооружения. Есть вопросы по строительству в Кыргызстане, есть вопросы по Таджикистану, каким образом это строится. Потому что потом в итоге эта вода нужна будет всем. Каким образом электроэнергия к этому будет вырабатываться, куда она будет продаваться. Вода как после этого будет поступать по странам. Это непростые вопросы. Мы считаем, что очень важна тема, что если был бы создан такой инвестиционный фонд, это бы решало все те вопросы, все те споры, которые сегодня имеются между странами. 60% водных ресурсов Центральной Азии формируется здесь, в Таджикистане. Это восьмая страна в мире по запасам воды. Но тем не менее почти половина населения испытывает трудности в доступе к ней. Когда что говорить об Африке, например, все участники конференции сошлись во мнении, что цели, преследуемые программой «Вода для жизни», нужно продолжать. Хозяева конференции предложили объявить новую международную декаду под названием «Вода для устойчивого развития». Сабиба Ибусинов, Берекахтан, 24КЗ, Душанбе, Таджикистан.